Олимп Кубок ФНЛ Город Пафос. Игры проходят на трёх стадионах. Все эти южные арены ничем не напоминают российские. Особенно Пафиака. На стадионе растут деревья. Смелая задумка архитектора. Она дарит ощущение уюта, подорванное этим барьером между трибунами и ареной. Напоминание о нраве киприотов, который может вспыхнуть от любой эмоции. В том числе эмоции с футбольного поля. В день игры посмотреть на Тамбов приехала семья болельщиков. С подарком, сделанным своими руками. Мы очертили просто контур, а дети уже рисовали это фломастером, как они хотели и как это они видели. Я работаю в IT-области. Учился в Тамбове. Родился в Тамбове. Потом уехал и вот оказался на Кипре. Почти каждый год ездим в Тамбов и там посещаем матчи. А на поле Тамбов-Краснодар-2. Гол, который затмил все остальные. Можно считать, что это мем. Нападающий Тамбова доиграл до конца. Защитники переиграли. Тамбов забивал десятером. И у него еще хватило сил на второй мяч. 2-0. Спартак-2. Здесь играют выпускники элитной футбольной академии. И лучшие молодые игроки со всей страны. Сюда зовут один раз. Но всегда есть шанс вернуться в качестве тренера. Это сделал Виктор Булатов. Видно, что для него это много значит. Это вторая команда, но она на виду. Он человек системный. Все силы отдает коллективу. Каждая минута на счету. Мы считаем, что личность лучше и быстрее раскрывается, когда есть коллектив. Когда нет коллектива, нет единомышленников, каждый тянет одеяло на себя и рассказывается на игре. И каждому по отдельности себя тяжелее проявить. А когда есть коллектив, когда есть единомышленники, когда есть игра на основе этого коллектива, и личностям легче себя проявить. И они быстрее формируются, быстрее растут во всех планах. И в бытовом, и в профессиональном. Спартак 2 – это 19, 20 и 21-летние парни. В общем, еще мальчишки. Но повзрослеть им помогают несколько футболистов постарше. В первую очередь, самый старший – капитан Николай Тюнин. Моя задача – помочь им на футбольном поле, непосредственно внутри тренировочного процесса игры, подсказывать какими-то моментами, которые они не знают. Тренер не может, например, докричаться до кого-то. Я могу непосредственно в игре подсказать, и перестроению, может быть, каким-то своим примером помочь им быстрее реактироваться. От тренерского штаба можно услышать – в этом упражнении, чтобы ни одной ошибки. Магия имени Спартака вдохновляет их, и в то же время давит со страшной силой. Они все должны уже потому, что здесь оказались. Конечно, конечно. Это бы большой стимул для нас был, так что мы будем стремиться. Это наша главная задача на этот турнир – постараться навязать борьбу за кубок. Ну, естественно, что если ты участвуешь в турнире, то всегда хочешь победить, вне зависимости какой-то турнир – не по футболу в PlayStation, либо по хоккею, либо Кубок ФНЛ, либо Перенца ФНЛ. Поэтому мы всегда хотим побеждать, хотим выигрывать. В первом туре «Спартак-2» разгромил «Факел» 4-0. Это первый разгром на турнире и даже заявка на победу в кубке. Во второй игре «Сливади» и «Спартаковцы» еще раз настойчиво показали серьезность намерений. 1-0. Матч дня. ФНЛ против РФПЛ. Химки против Урала. Игорь Шалимов против Дмитрия Парфенова. Они друзья. Знают друг друга, стиль игры, хороший спарринг и немного больше. Друг Дмитрий. Команда техничная, пытается играть низом в комбинационный футбол. Многое у них получается. Команда симпатичная. Мне нравится. Химки ведут 1-0 после быстрой атаки и удара Алиева. Уралу очень помогла ошибка вратаря Химчан. Досадный пас сопернику мог бы возглавить рейтинг оплошности на кубке ФНЛ. Димитров забил победный гол. 2-1 в пользу Урала. Уралу! Уралу! Нам очень много нужно работать над простыми вещами в первую очередь, чтобы не допускать ошибки, какие мы сегодня допустили, из-за чего мы проиграли игру. Ну, старались. Ребята старались. В принципе, сбор у нас иная игра, скажем, тренировочная. Помимо того, что мы участвуем в турнире, где хочется, конечно, выигрывать и быть как можно выше, мы готовимся к чемпионату. Факел проиграл «Авангарду». 0-2. Воронежцы в двух матчах имеют 0-6. Удручающий показатель. В группе С нужно дождаться третьего тура. На выход в финал сможет претендовать только победитель группы. То же самое в группе Т. Болельщики 16 клубов следят за прямыми трансляциями Кубка ФНЛ. Игры межсезонья имеют свою специфику. Часто результат не главный, но все же игра команды может о многом сказать не только профессионалу. Знаете, есть такая поговорка, но я опять же пошучу. Кто играет в январе, не играет в мае. Поэтому я думаю, что, благодаря трансляциям достаточно много, очень хорошего качества. Я думаю, что сейчас болельщики могут увидеть свою команду, потому что они, понятно, поняли, соскучились. Обращать внимание, наверное, просто не на результаты точно, а в первую очередь на эмоции, а еще раз повторяю, на команды футболистов и какие-то, может быть, интересные тактические фаты. Всегда хочется играть, но все-таки в это время года самое главное все-таки, наверное, подготовка, а не результаты. Кубок ФНЛ продолжается. На очереди интеллектуальная тренировка Александра Побегалова. Рассказ о Ярославском шиннике.